Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале выпуска коротко о главных его темах. ЧП в Холмском порту. По рассказам очевидцев, паром с сильным ветром сначала прибило к обслуживающему судну, а затем Сахалин-9 оказался на мели. Пробы на тряхины лёс и ящур. Ветеринарная служба занимается проверкой качества произведённого на острове мяса. После тщательной проверки души, головы животного и внутренних органов специалисты выписывают ветеринарный сопровождающий документ. Пропала собака. Куда исчезают четвероногие с улиц и как на их популяцию влияют кулинарные предпочтения сахалинцев, разбираются зоозащитники и журналисты. Здесь находят и останки собак, шкуры, черепа, кости. Горячий четверг. В Южно-Сахалинске с разницей в несколько часов вспыхнули два многоквартирных барака. Без понятия. Я уходил из дома в 8 часов ровно. Было всё нормально. Сотни кукол, их гардероб и крошечные аксессуары. Уникальную коллекцию советской эпохи представила жительница Ноглик в Сахалинском музее Медведя. Эти куклы, они мне напоминают о детстве. Поэтому мне, глядя на них, становится теплее и веселее. В порту Холмска сел на мель грузопассажирский паром Сахалин-9. Это произошло при сильном отжимном ветре. При заходе в гавань борт, который следовал из Ванина, сначала вынесло на соседнее судно, а затем он оказался на мели после неудачной буксировки. Примерно через час паром удалось снять с мели. Сахалин-9 отделался небольшими царапинами, а его пассажиры – лёгким испугом. Разлива нефтепродуктов не произошло. Из чего в сахалинских кафе готовят блюда кедяны, куда пропадают четвероногие жители улиц. Где граница между живодёрством и особыми кулинарными пристрастиями островитян? Этими вопросами задаются сахалинские зоозащитники. Против жестокого обращения с животными и за права братьев наших меньших готовы бороться делом, а не словом. Решили навестить село Ёлочки, где по неофициальным данным орудует собачий мясник. Это место для проверки волонтёры выбрали не случайно. Поступила информация, что здесь творятся страшные вещи. Официально это пункт передержки. Именно сюда по контракту с администрацией привозят отловленных собак из Хомска, Анивы и даже Паранайска. Здесь, по идее, их должны стерилизовать, а затем выпускать в родные дворы, откуда и забирали бездомных животных. Вот только жители городов жалуются, а брат на собаки не возвращаются. Как утверждают анонимы, уходят на кедян. Не, ну по крайней мере вот здесь у нас никто этим не занимается. Как бы это уголовное дело, как вы сами знаете. Это статья. Ой, ну не знаю, это, мне кажется, живодёж-то всё. Как бы у меня у самого собака свои животные есть, как бы я против этого. Сейчас в пункте передержки 10 собак. По словам Михаила, не сезон. Весной в период так называемых свадеб их намного больше. Некоторые собаки поступают сюда вовсе не с улиц. Дельту не отлавливали, её привёз хозяин. За плохое поведение. Дельте очень нравилось бегать за курами. Собаки здесь находятся по 14 дней. В это время можно оформить договор на передачу питомца, если бродяга успел кому-то понравиться. Никаких отличий, я думаю, от собаки, будь то она с родословной, либо от породистых родителей, либо бездомная собака из-под гаража, либо из пункта передержки. Я не вижу никаких различий, потому что они также такие же друзья. Например, у этого малыша, мне кажется, очень много преимуществ перед многими другими. Также сюда могут обратиться и хозяева потерявшихся собак. Вглядитесь внимательнее. Возможно, среди этих бедолаг есть и питомец ваших знакомых. На территории находится свой медпункт, где производится стерилизация животных, а также усыпление заразных собак. Однако ключа от медпункта у работника не нашлось. А жители ёлочек и вовсе не захотели с нами говорить о том, что на самом деле происходит в селе. По крайней мере, на камеру. Нам говорили местные жители о том, что здесь находят и останки собак, как шкуры, черепа, кости, о том, что здесь продают собачье мясо. Его здесь можно заказать и купить. Так что же на самом деле происходит в пункте передержки собак в ёлочках, выяснит уже прокуратура. Волонтёры организации «Животные. Территория спасения» намерены идти до конца. И какой бы ни была правда узнать, куда всё-таки пропадают четвероногие жители улиц. Качество островного мяса попало под пристальное внимание не только жителей области, но и специалистов ветеринарной службы. Причина ажиотажа – в рубрике «СТВ-информатор» мы показывали видеозапись, в которой покупатель сомневается в качестве якобы таранайского мяса. Но крупнейший в области свинокомплекс «Мерсиагра» происхождение этого продукта не подтвердил. Зато в руководстве дали возможность увидеть ветеринарный контроль на производстве своими глазами. Качество сахалинского мяса уже несколько недель обсуждают в области. Один из поводов для беспокойства – видео, которое ранее мы показывали в рубрике «СТВ-информатор». Сахалинец делится подробностями о своей последней мясной покупке. Доподлинно неизвестно, кто именно произвел этот продукт. Отсюда и богатая почва для предположений и опасений. Ветеринара островной службы пригласили журналистов на производственный объект, чтобы показать, как осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза и как контролируется качество охлажденного мяса. Либо добро, либо брак. Если брак, он поступает в камеру локализации. Висит полутуша, висят, соответственно, органы к ней. Они это проверяют, проверяют состояние. После этого дают добро на выпуск. С каждой туши мы берем 24 среза. С ножки и охрагмы. И тщательно, основательно все это мы смотрим. Чтобы туша охлажденного мяса попала на продовольственный прилавок и получила все согласования и документы, нужен труд не одного десятка работников комплекса. Продукция проходит несколько этапов. После цеха выращивания животное привозят в забойное помещение. Здесь к работе на туши приступают специалисты ветеринарной службы. Каждый орган животного осматривается на предмет заболеваний и отклонения от нормы. Первоначально мы смотрим на инфекционные заболевания. Но это в первую очередь мы смотрим на ящу. А дальше у нас идет уже внутренний осмотр. То есть ветеринар спортиза внутренних органов. После первичных проверок мясо отправляется в камеру охлаждения, где находится 72 часа. За это время по результатам анализов становится ясно, пригодно ли туша к реализации. Сегодня на территории области в комплексах по обработке мяса ветеринары работают ежедневно. Кроме главного врача здесь есть второй помощник. Схема отлажена. У нас Сахалинская область является эпизодически благополучной территорией. У нас нет каких-либо заболеваний на территории. И в связи с этим у нас не попадают на прилавки какие-то мясные продукты, которые чем-либо заражены. Сегодня в области мясное скотоводство развивается практически с нуля. Местные производители только набираются опыта и увеличивают объемы производства. Постепенное развитие дает возможность скурпулезно контролировать качество островного мяса. После тщательной проверки внутренних органов, туши и головы животного специалисты выписывают ветеринарный сопровождающий документ. После всех процедур охлажденное мясо попадает на прилавки сахалинских магазинов. В Южно-Сахалинском аэропорту вновь традиционный летний кризис. Для тех, кто не озаботился покупкой билетов в Москву заранее, есть два варианта. По цене от 70 тысяч рублей пользоваться местами в более дорогих классах или ждать приблизительно месяц. Дешевые билеты есть только на начало августа. Сахалинские депутаты предлагают промежуточную меру больше летать в столицу через Хабаровск и Владивосток. Сахалинский бюджет растет. План превысили налоговые поступления с нефтяных проектов за прошлый год. За счет курса доллара к рублю в казну поступит на 8,7 миллиардов рублей больше. Перед уходом на каникулы островные парламентарии распределяют эти средства. Часть денег направлена на субсидирование авиаперевозок. В Южно-Сахалинском аэропорту традиционный летний ажиотаж на московских рейсах. Чтобы разрядить напряженность с дешевыми билетами, сахалинцам предлагают такую промежуточную меру – летать в столицу через авиагавани Дальнего Востока. Мы со своей стороны, как Сахалинская область, чтобы как-то снять нагрузку, вы видите, открыли рейсы и датируем 335 миллионов рублей. АХ – Хабаровск, Хабаровск-АХ – один рейс. То есть один маршрут, второй маршрут – Ноглики, Хабаровск. И Шахтерск-Хабаровск. То есть мы снимаем часть нагрузки. Полеты жителей северных районов области в Москву через Хабаровск, по оценкам Минтранса, это около 40 тысяч человек летнего пассажиропотока. С сахалинскими же рейсами в столицу в этом году вновь ситуация за рамками ожиданий. В докладе министр Владимир Дегтярев отметил, летний пассажиропоток в московском направлении вырос, и нынешних 14 рейсов в неделю, хотя они и должны были решить ситуацию, не хватает. На месяц вперед все билеты эконом-класса разобраны, в наличии только места повышенной комфортности и бизнес-класс стоимостью от 70 тысяч рублей и выше. Чтобы разгрузить ситуацию, мы попросили аэрофлот, письмо губернаторам было две недели назад направлено, изменить тип воздушного судна. Сейчас вы знаете, что летают аэробусы, у него где-то 335 мест, а Россия летает тремя семерками. У семерки на 100 человек где-то 70-100 человек больше. Поэтому мы попросили, чтобы они все-таки поменяли тип самолет, как это было сделано в прошлом году. Опыт прошлого года, когда с рынка ушла авиакомпания «Трансайра», которая обслуживала половину сахалинских рейсов на Москву, «Аэрофлот» заменил свои суда «Боингами-777». Как только с этими крупными воздушными судами в Сахалинский аэропорт зашла авиакомпания «Россия», аэрофлот вернулся к аэробусам. Владимир Дегтярев отдельно отметил, вряд ли удастся нарастить количество рейсов. Из-за летних ремонтов в аэропорту готовятся к реконструкции взлетной полосы и два дня в неделю, пока идут работы, самолеты на Москву летать не будут. Строительство в аэропорту закончится к осени. Деньги буквально закапываются в землю, при этом качества никакого. Так Олег Кожемяка прокомментировал ремонт дорог в отдельных районах области. Поводом для критики стали результаты проверки, которую проводил Центр дорожного мониторинга Сахалинской области. Как выяснилось, зачастую ремонт проводят без проектно-сметной документации. Такая ситуация сложилась в Тымовском. При этом капитальный ремонт улицы Харитонова там обошелся в 38 миллионов рублей. Аналогичная ситуация в Ахе, где к ремонту одной из дорог подрядчик был мало того, что допущен без необходимой документации, так еще и без предварительного конкурса. Глава региона поручил передать бумаги с выявленными нарушениями в правоохранительные органы. Качества никакого, ответственности никакой, но вроде при этом все что-то делают. Что-то делают, ссылаясь на то, что нам нужно быстрее, нужно, вы же сами просили эту дорогу. Время было предостаточно на все. Поэтому успешки никакой нет. Пошаговая идет работа и по благоустройству дворов, по 20%. Все это все знают. Кроме того, Олег Кожемяка дал распоряжение руководителям профильных органов исполнительной власти обратить особое внимание на благоустройство дорог области. На протяженных участках построить центры, в которых будут базироваться фельдшер и автомобиль скорой для оказания оперативной помощи людям, попавшим в ДТП. А до 1 июля выработать предложение, как обеспечить устойчивую связь на дорогах западного побережья Сахалина, а также от Корсакова до Ахи. Дворы с парковками и детскими площадками. В Дальнем начались долгожданные работы по благоустройству дворов. Кроме того, в планировочном районе приступили к обустройству дорожного полотна. Проектом предусмотрены тротуары, автобусные остановки и освещение. Как только погодные условия стали позволять дорожникам проводить благоустройство, в Дальнем закипела работа. Застроенная территория планировочного района постепенно преображается. На данный момент рабочие устанавливают бордюры, обустраивают тротуары и готовят дворовые проезды под укладку асфальто-бетонного покрытия. Стройка кипит во дворах, которые расположены в границах улиц Большая Полянка, Шебунино, Алых Рос, Московская. По плану очень удобный двор, много парковок для людей, есть большая игровая зона, много зеленых насаждений. Очень, думаю, считаю, удобный для проживания района. Границу участков поделили между двумя подрядчиками. У обоих работы идут по графику. Закончить планируют до конца июля. Сейчас идет работа и на второй очереди, и на третьей очереди. Готовится выставленный на третьей очереди бордюрный камень. Замена грунта, идет укладка щебня. И готовимся к устройству бетонного покрытия тротуаров и асфальто-бетонного покрытия. Ход выполнения работ контролируют специалисты администрации Южно-Сахалинска. Начинается сегодня плановая проверка по объекту выполнения благоустройства первой, второй, третьей очереди строительства монотажных жилых домов в городе Южно-Сахалинске. Будут выполнены тротуары, малые формы установлены, детские площадки, будут выполнены озеленения, парковочные места, подъезды к домовой территории. Параллельно с благоустройством дворов в Дальнем занимаются и дорогами. Проекты также предусматривают организацию освещения и строительство тротуаров, установку автобусных остановок. На данный момент работы ведут на улице Алых Роздо-Ударной, отрезке улицы Московской, улицах Речной и Шибунина. Закончить их планируют до конца лета. На пересечении улиц Ленина и Сахалинская водитель маршрутного автобуса сбил ребенка. Транспортное средство двигалось через перекресток в южную сторону. Девочка примерно 11 лет стояла на тротуаре, а затем неожиданно выбежала на пешеходный переход прямо перед автобусом. Водитель все же успел среагировать и вывернул руль влево. И предотвратил лобовой удар. Ребенка зацепило только зеркалом. Видите, вот дорога, ями, люки. Я вот зеленый горел, я проезжал вот отсюда. Я ехал, и она побежала. То есть, возможно, на тротуаре... Народ... Нет, люди, люди стояли, она одна побежала. Побежала шаг, два, и я не растерялся и свернул руль налево. На место происшествия прибыли полиция и карета скорой помощи. Девочку госпитализировали. Очевидцы отмечают аварийные ситуации. На этом городском перекрестке возникают часто и, возможно, связаны с неудовлетворительным состоянием дороги. Далее в эфире рубрика «Точка отсчета». В Южно-Сахалинске на проспекте Мира в результате лобового столкновения внедорожника и пассажирского автобуса пострадала пожилая Сахалинка. Авария произошла в 12-м часу дня в четверг. По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Мира в южном направлении. По словам мужчины, что именно произошло, сам он не понял. То ли перед ним из одного ряда в другой внезапно начала перестраиваться машина, то ли его подрезал какой-то лихач. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом номер 63. Водитель этого транспортного средства также не смог объяснить причины ДТП. В результате столкновения небольшие ушибы получила пассажирка автобуса. Что касается водителя внедорожника, его спасли подушки безопасности. А вот возможность восстановления самого транспортного средства остается под вопросом. Эта авария спровоцировала многокилометровую автомобильную пробку. Эти дежурные сутки южно-сахалинским спасателям запомнится сразу двумя пожарами. В начале 10 утра дымом потянуло с улицы Рязанской. Здесь оказался охваченный огнем расселенный многоквартирный дом. По предварительным данным, мочак пожара находился в одной из квартир в середине барака. Думаете, зачем пожар произошел, по-вашему? Есть понятие. Я уходил из дома в 8 часов ровно. Было все нормально. В результате пожара никто не пострадал. Причины его возникновения выясняются. Что же касается погорельцев, то, как стало известно, люди уже давно успели получить новые квартиры, но не спешили покидать старое жилье. Так что теперь переезд все-таки состоится. А уже во втором часу дня на улице Физкультурной загорелся еще один барак. Спасать здесь никого не пришлось. Бывшие жильцы уже давно переехали в свои новые квартиры. А что касается версии возникновения огня, то, со слов очевидцев, за несколько минут до возгорания возле дома детвора развела костер. 11 делегатов от Сахалинского регионального отделения «Единая Россия» отправятся на второй этап 15-го съезда партии. Главной темой станет обсуждение и утверждение предвыборной программы. Перед партией стоит задача обновления кадров и поиск перспективных молодых политиков. Один из важных шагов в этом направлении уже сделан. Во всех регионах страны, включая Сахалинскую область, «Единая Россия» 22 мая провела предварительное голосование, цель которого – выявить самых популярных политиков. Они затем поучаствуют в выборах в Государственную Думу. И выяснили, что и в Сахалинской области есть хорошие, интересные, молодые политики, которые открыто связали свое имя с нашей партией, с «Единой Россией» и вместе с тем имеют свой, не общий взгляд на развитие тех или иных секторов нашей сахалинской экономики и вообще развитие страны. На съезде сахалинские делегаты представят свои проекты. В области действует целый ряд программ под эгидой партии. Это, например, экологический проект «Чистые острова», а также «Острова для жизни». Здесь речь идет о качестве услуг ЖКХ, здравоохранения и образования. Есть и другие. На съезде «Единой России» также будет утвержден список кандидатов по одномандатным округам и партийному списку. По итогам предварительного голосования кандидатами в депутаты Государственной Думы от Сахалинской области стали Георгий Карлов, Андрей Хапочкин и Елена Столярова. Съезд «Единой России» пройдет в Москве с 26 по 27 июня. Вернуться в советское детство могут жители и гости областного центра. В музее «Медведя» открылась уникальная выставка «Куклы СССР». Много лет жительница Ноглик собирала такие игрушки. Сейчас у нее в коллекции более 500 кукол, которых выпускали в прошлом веке до 80-х годов. Я ее очень долго выбирала в магазине. И очень благодарна родителям, что они ее не успели выкинуть. Большую куклу с огненными волосами бабушка подарила своей маленькой внучке. А та спустя годы любимую когда-то игрушку обнаружила в подвале родного дома. Покрытую пылью, забытую и брошенную. Оксана собрала всех сохранившихся кукол того времени. Умыла, причесала и перевела в порядок испорченные временем наряды. Чуть позже стала коллекционировать. Принимала в подарок от друзей и знакомых. Сейчас Оксана охотится на редкие экземпляры в интернете. Покупает на аукционах и знает историю каждого кукольного экспоната. Я не увлекаюсь современными куклами. Меня больше привлекают старые советские куклы, которые раньше были у всех детей с избытком. А сейчас их уже сложно найти у кого-то. И всегда, когда ребенок вырастал, от ненужных игрушек старались избавиться. Тем более кукол раньше выпускали больших, тяжелых. Хранить их было негде. Все представленные на выставке экспонаты разделены по темам. Герои сказок, куклы-школьники, невесты, куклы для самоваров и игрушки из серии «Дружба народов». Первые посетители отметили, что словно вернулись в прошлое, в свое советское детство. Это интересно моим ровесникам и, может быть, тем, кто старше меня, потому что эти куклы – это напоминание о нашем детстве и о каких-то приятных, видимо, моментах жизни детства. Это раз. А второе – то, что это может быть интересно молодым, потому что это такое ретро для них. Идея организовать выставку куклы СССР зрела три года, говорит Наталья Кирюхина. Для экспозиции нужна была просторная площадка. Сегодня музей «Медведя» удобно расположился в одном из торгово-развлекательных комплексов в областном центре и гостеприимно принял кукольное царство из Ноглик. В моем музее сказка «Три медведя», в которой есть девочка Машенька и «Три медведя», игровые кукольные персонажи. И поэтому это так называемые Машеньки, которые размножили их в разных видах, вот они у нас здесь и продолжают тему сказки, детства, вот сюда. Поэтому это все взаимосвязано. Так что эта выставка не просто так была задумана, как интересно, а как в едином комплексе с музеем «Медведя». Выставка куклы СССР поселилась в музее «Медведя» надолго, до Нового года, а затем отправится домой. Это первенство России по футболу на поле команды третьего дивизиона «Сахалин-М» и Ноглики. По итогам предыдущих встреч футболисты северного города, парни в синих майках, находятся в более выигрышной позиции. Команда Южно-Сахалинска, в свою очередь, трижды терпела поражение. Футболисты команды Ноглики с первых минут начинают жесткую, бескомпромиссную игру. Фанаты из областного центра, в свою очередь, требуют победы Сахалина-М. Последние минуты первого тайма. Ворота до сих пор не распечатаны. После перерыва команда Ноглики вновь начинает игру с острых атак. Однако и тренер Сахалина-М, по всей видимости, нашел подходящие слова для своих подопечных. Нарушение на правой бровке. Игроки северного города встают в стенку. Несмотря на оживление в рядах команды «Сахалин-М», опытные болельщики делают ставки. К 70-й минуте игроки физически подсядут. И действительно, на 74-й минуте матча северянин Петр Габараев отправляет мяч в ворота южно-сахалинцев. Следующие секунды проходят в отчаянных попытках игроков областной столицы отбиться. На 84-й минуте Владимир Михалев, который выступал в этом сезоне за футбольный клуб «Сахалин», сравнивает счет. Второй тайм заканчивается со счетом 1-1. Уже в компенсированное время судья назначает пенальти в ворота команды «Ноглики». 11-метровый удар четко выполняет Владимир Михалев. 2-1. Первая победа команды «Сахалин-М» в этом сезоне. Это была вся информация выпуска. Эти и другие новости найдете на сайте СТВРУ. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok